В 2012 году в Сочи открыли памятник борцу с тропической малярией. С тех пор митинги памяти, посвященной Соколову, здесь проходят ежегодно. А именно 4 августа, в день рождения заслуженного врача. Благодаря тому, что бактериолог начал осушать в городе заболоченные местности, опылять и нефтевать водоемы, высаживать эвкалипты и платаны, разводить гамбузию, 1956 год стал первым годом в истории Сочи, в течение которого не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией. Сегодня общественники курорта решили объединить усилия и, по примеру, Сергея Соколова, следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой курорта. Первым шагом была акция «Гамбузия. Золотая рыбка Сочи». Благодаря эколого-биологическому центру сочинцы выпустили в свои водоемы порядка тысячи этих лучеперых рыб, когда-то спасших город. Сегодня у памятника Соколову объявили о старте новой акции. Эвкалипты и школьники растем вместе. Думаем, что года через полтора получим саженцы, которые точно так же, как рыбу, сможем где-то на городских территориях высаживать. Может быть, просто давать людям на придомовых территориях. Пусть эвкалиптов в нашем городе будет много. Они обладают очень большим количеством фитонцидов, запах, который убивает, отгоняет комаров и так далее. Но, в принципе, изначально идея высадки большого количества эвкалиптов была именно осушение почвы. Главные участники мероприятия – подрастающее поколение сочинцев, которым, как и местной природе, эта акция принесет только пользу, считают организаторы. Это поможет нашему городу быть более чистым, более экологичным и, конечно, для того, чтобы наши гости смогли хорошо отдыхать. В будущем хотим организовать такую команду, которая будет рыбку, гамбузию разносить по всем районам города и давать нашим жителям. Нам это, как благодарным сочинцам, продолжать эти дела добрые Соколова Сергея Юрьевича и стараться на благо города. В том числе и благодаря таким мерам, призванным предотвратить размножение комаров, знаменитый курорт останется таким же безопасным, уверены специалисты. И сомнений здесь нет. Все меры проверены на деле 60 лет назад. Миллионы семян эвкалипта сегодня разойдутся по всему городу Сочи. Первыми их получили сочинские дошколята и школьники. Ну а их ровесники, воспитанники эколого-биологического центра подготовили не только сами семена этого вечно зеленого растения в таких вот красивых конвертах, но и практические рекомендации по выращиванию эвкалипта. Здесь все о том, куда и во что сеять семена, как высаживать ростки в грунт, как за ними ухаживать. И это еще одна лепка в сочинцах – дело сохранения экологии курорта. Инга Кабеши, Адемий Даниловский, телекомпания ФКТ.